Партнер проекта «Лада Центр Пермь» на Спешилово 105. Официальный дилер «Лада» в Перми и Пермском крае. Партнер проекта «Лада Центр Пермь» Если в стрельбе, например, вы можете добиться постоянного попадания в десятку, то тут положение шаров на столе всегда будет разным. А значит и удары тоже всегда будут разные. Бильярд развивает человека в комплексе, если так можно сказать. Тут и физическое развитие, осанка, растяжка, легкая гимнастика, исправляется сколиоз, исправляется зрение. Даже в передаче «Что, где, когда?» задавали вопрос. Мне тогда он понравился. Какой единственный вид спорта рекомендует врачи для восстановления и коррекции зрения? Оказывается, бильярд. Голова неподвижна, а глазами надо посмотреть на четыре точки. И так в течение всей тренировки. То есть при неподвижном положении головы глазами надо посмотреть четыре точки на зеленый, бильярд на ступне зрения восстанавливается. Это один из немногих видов спорта, где могут заниматься дети с ДЦП. Помимо физического развития, бильярд развивает и голову. Очень здорово развиваться средоточенность. Школа, с которой мы дружим и работаем, они очень довольны и хвалят нас за то, что дети, которые у нас занимаются, они меняются в поведении на уроках. У них появляется усидчивость, появляется средоточность. Ну и, конечно, бильярд прекрасно борется с такой распространенной ныне проблемой, как компьютерная зависимость. Эти дети, в основном, когда приходят в клуб с родителями, бледные, горбатые, ничего их не интересует, никак не интересуют. Ну, после месяца занятий уже ребенок просится на тренировку. Это для нас достижение. Ну и сам тренировочный процесс сильно отличается от других спортивных секций. Здесь в него включается и духовное, и патриотическое воспитание. Обязательные экскурсии на военный аэродром, на питомник служебного совоководства, кондитерскую фабрику. Вот сейчас собираемся в опернике, а не просто на представление, а познакомиться с музыкальными инструментами. В губернский оркестр обязательно пойдем. Дети тут проводят по несколько часов, благо время тренировки не ограничено и даже питание организовано. Ну и, конечно, сама спортивная составляющая. Ребята регулярно участвуют в первенствах различного уровня. Некоторые соревнования проходят и у нас в Перми. Пять раз проходили первенство России у нас в клубе по снукеру. Это вид спорта, который играет во всем мире в бильярд снукер. Это один из видов бильярда. Призовой фонд на российских соревнованиях доходит до 20 миллионов рублей. Отличная возможность заработать свой первый миллион. Начинать тренироваться можно в любом возрасте. Главное, чтобы ребенок по росту подходил. Обычно это первый класс школы. Но предельного возраста нет. Одному из учеников Анатолия 93 года. Данил занимается этим спортом 8 лет. Регулярно ездит из индустриального района сюда, в спортивную школу, в микрорайон Южный. Он считает, что пробовать отдать ребенка в бильярд надо. Ну а дальше ребенок сам должен принять решение. Ребенок горит желанием поиграть, там попробовать. Пусть попробует, конечно. Если ему понравится, пусть дальше играет. Если ему понравится, то не надо. А через силу не надо? Не, каждый ребенок сам выбирает, хочет играть или не хочет. Сейчас детская бильярдная школа такого формата единственная в Приволжском округе. Чувствуется государственная поддержка. Депутаты Законодательного собрания Пермского края ведут активную работу в сфере поддержки детского спорта в регионе. А некоторые из них и сами охотно берут ки в руки. Планы такие, чтобы наш регион, Пермский край, стал одним из лучших в России в этом виде спорта. И по массовости, и по результатам. И на чемпионате России, и международных турнирах, и чемпионатах. Потому что все для этого есть. Мы видим, еще раз говорю, с каждым годом желающих заниматься бильярдным спортом все больше и больше. И не только взрослым. Бильярдный спорт в наше время доступен каждому. Именно в этом виде спорта вырастают истинные леди и джентльмены. Сегодня я в гостях у легендарного человека. Он трехкратный победитель Олимпийских игр. Девятикратный чемпион мира. Двенадцатикратный чемпион Европы по греко-римской борьбе. Герой России. Программы не хватит, чтобы перечислить все его титулы. В общем, я в гостях у Александра Карелина. Сейчас его все знают как легендарного борца. Но свою спортивную карьеру он начинал в другом виде спорта. Я сын боксера, поэтому первый зал, куда я пришел, это зал бокса, куда меня папа привел. Потом по очереди эволюционно баскетбол, волейбол. В одном виде я толкался, в другом высоко прыгал. Потом тяжелая атлетика. Учитывая, что я с родиной Александра Ивановича Тихонова из Новосибирска, понятно, что я попробовал лыжные гонки. До биатрона не дошло. И потом Виктор Михайлович Кузнецов, отвечая на ваш вопрос, в март месяц 1981 года, он пришел в школу номер 19, пригласил нас, ну, как обычно, вел набор. И так я оказался, узнал о том, что есть борьба. Далее была учеба в Новосибирском автотранспортном техникуме. Но уже на втором курсе, как он сам говорит, Сан Саныч был больше борцом, чем автослесарем. К окончанию техникума Карелин был уже мастером спорта международного класса. Так что с выбором высшего учебного заведения сомнений не было. Омский государственный институт физической культуры и спорта. Ну а в 1988 году была его первая Олимпиада. Попасть в сборную Союза было непросто. Там своя драматургия с попаданием, потому что на самом деле совершенно обоснованно и логично. На место в команде претендовал двукратный чемпион мира на тот период среди взрослых. Игорь Владимирович Ростородский, который показал замечательную борьбу на предстоящих чемпионатах мира. И мы именно с ним оконкурировали, динамовец из Каваганды. И я тоже динамовец, но только из Новосибирска. Было несколько стыковых встреч, но в Будапеште окончательно принято решение в пользу Карелина. И возложена на него большая ответственность – знаменосец. Когда за тобой идут уникальные люди, о которых я выписки собирал, читал газеты. При том, что это не только в борьбе, это и в легкой атлетике, и в плавании, сальников, например, на одной из имен. Сверхдержава, сверхкоманда, и мне, молодому, никому неизвестному, среди взрослых атлетов, парню, которому исполнилось день турнира 21 год, доверили нести флаг. Поэтому эмоций было более чем, даже недостаточно, а более чем с избытком, потому что очень трудно было справиться с волнением. Но надежды он оправдал. Медаль была завоевана. Потом, конечно, было еще множество поединков, и все равно каждая схватка, как отдельно прожитая жизнь. Если ты относишься к ним иначе, то трудно чего-то достичь. Поэтому можно выработать барьерные возможности как можно чаще участвовать на соревнованиях. Но здесь необходима еще одна подробность, которую должен соблюсти. Она называется «Нужно выигрывать почаще», чтобы приучить всех остальных, чтобы они начали сомневаться, а не ты, тех, кто взялся сомнением. Как только ты сомнения перекладываешь на их сторону, на сторону своих соперников, то ты становишься намного тяжелее на чаше весов, которые судьба определяет предпочтение на победы. И со временем Сан Саныч выработал для себя ряд жизненных правил. И, как он сам говорит, соблюдая эти простые правила, можно многого добиться. Последовательность и поменьше врать себе. Как сказал Марк Тлен, чем меньше врет, тем меньше нужно запоминать. Поэтому, когда ты не концентрируешься на вот этих подробностях, которые тебе не свойственны или которых ты не достоин, тогда проще достичь всего остального. Тебя мало что отвлекает. Вот и все. А почему последовательность? Потому что надо не стесняться жертвенно служить выбранному пути, достигать поставленную цель. Потом все зачтется. Есть но. Можно не достичь. Но все усилия, которые ты потратил, они останутся с тобой. Твоей уверенностью, твоими кондициями, уважением твоих товарищей. Уверен, советам этого человека можно доверять. Что нужно, чтобы купить квартиру? Желание и средства. Хотя в наше время достаточно только желания. Со средствами может помочь банк. Как это сделать в своем городе, понятно. Ну вот, а как приобрести жилье, например, в Москве или Санкт-Петербурге? Сейчас есть возможность получить консультацию, узнать про застройщика, узнать о наличии планировок, о ценах, актуальных на сегодняшний день. О том, какие задачи предстоят перед клиентом, можно получить консультацию. В городе Перми, находясь в своем регионе, даже совершить сделку, не выезжая в Санкт-Петербург, Москву или Катеринбург. Что же касается ипотеки, тут тоже проблем нет. И сейчас банки позволяют совершать межрегиональные сделки. То есть в Перми можно оформить ипотеку на квартиру в Москве. Ну а если есть желание пообщаться непосредственно с застройщиком, то это можно сделать на специальных ярмарках. Одна из которых, кстати, уже совсем скоро. 17, 18 и 19 октября сразу из трех городов России, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Екатеринбурга, в Пермь приезжают специалисты для того, чтобы помогать, консультировать людей по недвижимости. На такой ярмарке можно сразу и оформить сделку. Тут же могут проконсультировать по поводу рассрочки и продажи вашей квартиры. Ну а желающие могут, конечно, сами приехать в город, где собираются приобрести квартиру, и все лично посмотреть. Каждый человек, выбирая объект недвижимости, ему важно посмотреть, где находится, правда ли так близко станция метро, как это кажется на карте. Есть возможность. Мы встречаем клиентов и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге. Провозим по всем объектам. Человек выбирает, смотрит, покупает. А посмотреть, знаете ли, есть на что. Выбор действительно велик. Только в Санкт-Петербурге можно выбрать из 19 жилых комплексов. Они представлены в трех классах недвижимости. То есть это комфорт-класс, бизнес и элит. Что же касается цен, оказывается, в других городах они не такие страшные, как может показаться. В Питере так вообще цены почти как у нас. Если человек интересует самая дешевая студия, то это полтора миллиона рублей. Однокомнатная квартира – это 2 миллиона 100 тысяч рублей. Для большего удобства сейчас все чаще строятся не отдельные дома, а целые кварталы. Это так называемая комплексная застройка. Это комплексная застройка. Это детские сады, школы, магазины, коммерческая различная недвижимость. То есть человеку, в принципе, никуда даже не нужно выезжать из своего комплекса, а решить какие-то свои бытовые вопросы он может всегда здесь, сейчас. Главное – выбрать правильного застройщика, который на рынке достаточно давно, и у которого объекты сдаются в срок, и по ним нет замечаний. Заключается договор здесь, в Перми. Денежное средство вносится на аккредитив. Это защищенная форма расчетов. Специально ее компания организовала для покупателей из регионов. И, соответственно, сделка происходит внутри города, где человек находится. Ему не нужно приезжать в регион приобретения. Вот так просто, не выезжая из Перми, можно стать москвичом, ну или петербуржцем. Один мудрец сказал – тело нужно содержать в таком виде, чтобы душе не захотелось его покинуть. И сегодня ДК Гагарина будет проходить чемпионат края по бодибилдингу. И, как сейчас, наверное, бы сказал Гагарин – поехали! Традиционные соревнования, которые призваны для того, чтобы сделать отбор на предстоящие, более высокие старты. Следующий старт – это будет чемпионат Уральского федерального округа. Лучшие из лучших ДБ 100 в ДБ будут выступать на чемпионате России. То есть я думаю, что займут какие-то достойные места. Прогнозировать ничего не хочу, но из года в год мы пытаемся немножечко поднять планку. В соревновании принимают участие более 100 спортсменов из Перми, Пермского края и разных регионов страны. В категориях – пляжный и классический бодибилдинг, фитнес, бодифитнес, фитмодель, велнес-фитнес, фитнес-бикини. В каждой категории участники показывают, насколько они владеют своим телом, принимают различные позы. Спасибо, грудь бицепс сбоку. Спасибо, спиной к золу двойной бицепс сзади. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Как Вы считаете, кому необходимо спортивное питание? Любой человек, ведущий активный образ жизни, любой человек, который хочет в тонусе находиться, который хочет восполнять свои энерготраты и свои дуковые потери. Поэтому я бы сказал, что спортивное питание и спортивные добавки, они одинаково пригодны к использованию как спортсменами, так и людьми, которые ведут активный образ жизни. О, мои старые знакомые, бенефит фуд перим, а что так у Вас пусто? Все съели? Саш, привет, дорогой, как у тебя дела? Это ты все тут съел, скажи мне. Да, где я, там и вкусная еда, особенно качественная еда. Это действительно вкусно. Мы развиваем стереотип о том, что здоровое питание – это невкусно. На самом деле можно делать это качественно, полезно и очень-очень вкусно. Победители соревнований определились согласно правилам Федерации бодибилдинга России IFBB по наименьшей системе мест. И лучших спортсменов каждой категории награждают медалями, дипломами и кубками. И мужчины бодибилдинга сегодня на первом месте номер 46 Илья Машук. Субтитры подогнал «Симон»